всем привет уважаемые подписчики маленькое информационное видео для тех кто интересуется машинами из литвы давно хотел записать но все не было времени значит первая новость с 1 сентября изменились правила регистрации в литве а именно пропала возможность регистрировать автомобили на свое имя в тех паспорте теперь это можно сделать только на компанию все это уже закрыли потому что литовское правительство подумало что некому будет отсылать налоги штрафы и прочие как бы сборы на эти машины они получаются как при призраки соответственно все лазейка закрылась теперь только регистрируем на компанию и с пакетом документов с доверенностью с доверенностью соответственно от фирмы на пять лет и связи с этим это неприятная новость для вас будет значит стоимость оформления теперь подорожала раньше было 100 евро теперь оформление стоит 150 евро потому что появились дополнительные расходы на бухгалтера вот появился небольшой документооборот связи с этим так что такие вот дела и еще еще одна новость значит много-много из вас не пишет сколько стоит пригон в украину в своем предыдущем видео я рассказывал вам что я автомобили не гоняю по-прежнему я их сам не гоняю но у меня появились партнеры хорошие ребята они из города запорожье вы их видели в моем предыдущем видео про бмв где мы покупали две пятерки бмв и они в принципе с удовольствием пригонят вам любой автомобиль в любой город по договоренности цены насчет цен на пригон вы мне можете писать в личные сообщения в соцсетях в фейсбуке вконтакте либо можете через сообщение в самом ю тубе написать это все читаю смотрю дальше я вам скину свой вайбер и мы как бы все обсудим как это все дело сделать то в общем все пока ничего не меняется в украине прошел прошла забастовка пока все вроде бы по-старому машины как заезжали так заезжают приезжают много ребят с киева с разных других городов с одессы ни у кого вопросов не возникает то есть я все делаю быстро грамотно и и четко так что кому надо обращайтесь спасибо что посмотрели это видео не забывайте подписаться на канал поставить лайк и нажать на колокольчик всем спасибо за внимание до новых встреч и тут неожиданно появляется автомобиль на котором я сейчас езжу как вы видите это toyota land cruiser 200 дизельный двигатель 2009 год выпуска пробег у него 136 тысяч километров черного цвета но автомобиль этот не совсем обычный и сейчас я покажу почему не совсем обычный если видите по лобовому стеклу она не совсем как на стандартном автомобиле потому что это броневик вот видно видно даже маркировку эта компания рида вот сейчас я сфокусируюсь наверное может быть нет так что вдруг кому интерес кого интересует бронированный двухсотик можете мне писать в личку сейчас покажу чуть салон и если что напишите в комментариях было бы вам интересно снять про него нормальный полноценный обзор красивый в общем тут полная комплектация сейчас попробую открыть стекло вам показать стекла открывается медленно вот таким вот образом видите какие они толстые вот так вот раз фокусировка ладно еще вот в багажнике такая перегородка со стекла сейчас попробую открыть с той стороны показать вот такая вот бронированная перегородка стоит это стекло обычная в крышке багажника это броня он даже чувствуется что очень толстая бронировка от компании рида делается в россии степень защиты b6 то есть чисто теоретически по документам он выдерживает выстрелы с автомата калашникова со всех видов пистолетов ну и прочее прочего стрелкового оружия ружья и так далее колеса у него бронированные внутри стоят такие специальные блиндажи в общем если напишите что интересно будет посмотреть про него обзор я наверное сниму и расскажу более подробно а так отличный аппарат на котором я сейчас катаюсь расход кстати у него 11 литров по трассе и 15 в городе что для такого автомобиля тяжелого это очень даже ничего